Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. В Москве провожают в последний путь знаменитую актрису, режиссёра и наставника. В воскресенье 29 декабря в столице прощаются с художественным руководителем современника Галиной Борисовной Волчек, скончавшейся 26 декабря на 87-м году жизни после тяжёлой болезни. Певица Алла Пугачёва много лет дружила с актрисой, педагогом и режиссёром. Худрук современника даже надеялась, что Примадонна сыграет что-то в театре, поэтому смерть Галины Борисовны Примадонна восприняла как личную потерю. Кристина Арбакайте и Филипп Киркоров всегда считали Галину Волчек членом своих семей, поэтому они пришли проститься с худруком современника. А вот Алла Борисовна в здании на чистых прудах так и не появилась. Она отправила вместо себя Максима Галкина. «Сегодня каждому легче молчать, чем говорить», – признался юморист. «19 декабря, когда праздновали день рождения Волчек, не было никаких признаков того, что её не станет. Я вспоминаю, что она была невероятно мужественным человеком. Мы много лет дружили, но я никогда её не видел отчаявшейся и грустной», – объяснил Максим и отсутствие знаменитой жены. «Сегодня Кристина здесь и брат мой. Здесь должна быть Алла Борисовна, но у неё сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь. Спасибо, что были бабушкой для наших детей. Страна держится за счёт таких». Напомним, в день смерти Волчек на странице Пугачёвой в соцсети появилась запись «Великая, родная, близкая. Трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше. Не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет всегда с тобой на пути к Господу». Поклонники и коллеги проводили легендарную актрису и режиссёра «В последний путь». Сотни людей пришли попрощаться с Галиной Борисовной. Поклонники несли охапки цветов к современнику. Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с режиссёром Марком Захаровым. Сейчас судьба театра представляется туманной, как и наследие Волчек. Речь идёт не только о материальном, чего у артистки оказалось не так и много. Прежде всего, это интеллектуальное богатство – архивы, видеозаписи, мемуары и даже имя, ставшее в театральной среде брендом. Но все насущные проблемы близкие коллеги отложили на потом. Сегодня им предстоит попрощаться. Искренние и глубокие соболезнования близким, родным, поклонникам и коллегам. Благодарю Вас за просмотр. Делитесь видео с Вашими друзьями. Пишите Ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей. КОНЕЦ